Мы сейчас находимся в гараже центра робототехники университета Иннополис. У нас есть несколько интересных разработок. Это неубиваемый дрон, Тензодрон. В целом робототехника стремится не избавиться от человека, она стремится помочь ему. В науку я попал целенаправленно, собственно, из школьной скамьи сразу в университетский карьер. Изначально я выбирал как раз-таки интересное и значимое направление, и как раз все мои интересы сошлись в одном – это в робототехнике. Мы сейчас находимся в гараже центра робототехники университета Иннополис. Здесь несколько классных лабораторий занимаются всем, что связано с робототехникой. Начинают проектирование новых роботов, конструкций, заканчивая уже системами управления для них, обходами препятствий, групповым управлением и даже работой по обработке как раз-таки когнитивных сигналов с мозга. Конкретно здесь я занимаюсь летающей робототехникой. У нас есть несколько интересных разработок, начиная от конвертопланок. Это самолет, которому не нужна взлетно-посадочная полоса. Он летит далеко и долго, но в любой момент может зависнуть и приземлиться, как коптер. Заканчивая новой разработкой, это неубиваемый дрон, Тензодрон. Он, пожалуй, один из немногих квадрокоптеров, который во время полета может отключить свои двигатели, упасть 20 метров, и потом продолжить полет, ему ничего не будет. Это очень полезно для какой-то инспекции в цехах, либо в туннелях. Но это довольно перспективная разработка. Сейчас мы успели это все запатентовать и оказались впервые в похожих разработках уже из Штатов. Сейчас непосредственно похожими тематиками занимаются НАСА и университет Бертли. Я являюсь научным сотрудником лаборатории транспортных систем. В рамках этой лаборатории мы занимаемся всем, что плавает, ездит, прыгает, ползает и, главное, летает. Здесь я сфокусируюсь на направлении воздушной робототехники. И, собственно, все, что вы видите сейчас за моей спиной, это наши разработки. Мы занимаемся от разработок новых конструкций, ударопрочных, энергоэффективных, либо каких-то специализированных устройств до уже непосредственно алгоритмов, которые позволяют нам автономно, без участия человека, проходить, летать, ползать в самых непредсказуемых и сложных средах. Хороший пример, зачем это надо, допустим, исследовать какие-то туннели, где просто опасно отправлять человека. Мы по аналогии с этим можем отправить там робопесика, либо дрона, который самостоятельно, вычисляя на борту с помощью наших алгоритмов, будет построить себе маршрут. Это будет максимально энергоэффективно, быстро и точно. Если мы говорим с точки зрения бизнеса, это автоматизирование спецтехники, карьерные техники, самосвалов и так далее. Здесь уже машины могут делать это 24 на 7, ездить загруженными по полной по карьеру. Это делать максимально быстро, безопасно. Человеку вообще не нужно присутствия на опасных этих участках. Собственно, это главный плюс. В целом, робототехника стремится не избавиться от человека, она стремится помочь ему. Параллельно с научной деятельностью я решил поступить сюда в аспирантуру, в рамках которой я еще преподаю. Но в целом это довольно интересный опыт, потому что зачастую студенты что-то знают лучше вас, и это прям поражает, удивляет и радует. Плюсом таких мест, вот как Иннополис, является то, что у нас куча талантливых профессоров, студентов лабораторий, и на стыке вот как раз-таки смежных увлечений разных людей появляется что-то новое. В целом не стоит бояться слов, когда говорят что-то о науке, технике, технологиях. Это все, что нас окружает, за этим будущее. И я рекомендую присмотреться для молодых ребят к тому, чтобы хоть как-то приобщаться к чему-то новому и попытаться создать и помочь в создании новых технологий. Это очень прибыльное направление, которое вам позволит совмещать как раз-таки работу с пользой не только себе, а может быть миру в дальнейшем. Может быть вы будете вторым Илоном Маском или уже третьим или четвертым в ближайшем будущем и создадите то, чего раньше не было. Это классно. Редактор субтитров А.Семкин